...что Россия готова завершить СВО на Украине в обмен на снятие всех санкций, напомнил об условиях, выдвинутых президентом. Киев должен вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожьей и Херсонской областей, признать их российскими, требуется закрепление вне блоков и безъядерного статуса Украины и ее демилитаризация, в скобочках, сокращение армии и деноцификация, в скобочках, снятие ограничений в сфере языка, религии, культуры и идеологии. Вот. Требуем сокращение армии и снятие ограничений в сфере языка, религии, культуры и идеологии. Наконец-то мы знаем. Потрясающе. Просто потрясающе. Я бы даже сказала изумительно. Я уже давно это все не слушаю. Это все проходит как белый шум, потому что, ну, Запад хочет вас уничтожить, расчленить, вас всех притащить на цепях в Гаагу. А вы рассказываете какие-то там условия. Ну, я не знаю, ну, что можно сказать по этому поводу. Какие-то ритуальные пляски может, но я не знаю, как это еще прокомментировать. А почему нет четкой позиции? У тех же вот иностранных агентов все понятно. Мы то-то-то-то. Вот работаем. А наши два с половиной года пытались сформулировать, что демилитаризация это формальное ограничение армии. Ну, я не знаю, что сказать по этому поводу. Все уже вроде как сказано. Продолжается концепция СПИ страна огромная. Воевать никто не хочет. Думает, что может само как-нибудь рассосется. Ну, не хотят эти люди понимать, что оно не рассосется. Договариваться с ними никто не собирается. Их просто хотят уничтожить. Возможно, они не могут в это поверить. До сих пор. Все хорошо ведь было. Мир, дружба, жвачка. Все было прекрасно. Тут внезапно на них пошли войной. Как же такое может быть? Никак они не могут с этим смириться. И общество держат в этой войне с теплой станиной. Как с этим бороться, я лично не представляю. Ну, как бы мы пытаемся, потому что мы-то это понимаем, находясь на фронте, на первой линии. А вот люди сидят себе далеко от линии фронта и не хотят в это поверить. Ну, что мы можем с этим поделать? Подождите, подождите. Я-то хотел эту тему сразу увести в конкретный вопрос. А кто будет жить на новых территориях? Вот сейчас много у нас экспертов, аналитиков радуется. Россия показывает успехи на поле боя. Продвигаемся вперед. Фронт начинает сыпаться. Слушай, насколько медленно продвигается фронт. Хорошо, хорошо. Ладно. Это другой вопрос. Я сегодня запостила и годи года. Вот насколько далеко продвинулись. Я предложила читателям моего паблика посчитать, сколько еще продлится война с такими темпами продвижения. И при нынешней концепции спи страна огромная. Не просыпайся ни в коем случае. Статинка, а кто будет жить-то на этих территориях? Вот в чем мой вопрос. А как там вообще жить? Там все снесено под ноль. Можно восстановить Мариуполь, попиариться на этом, показать там часть Мариуполя. А все остальное-то тоже в ноль снесено. Как там жить-то? Ты посмотри, в каком состоянии все то, что вот освобождено. Просто я знаю, что там творится и какие люди оттуда выходят. В каком состоянии? У них все абсолютно потеряно. И большое счастье, если они хотя бы документы уцелели. Вот они приходят к нам на склад гуманитарки. И Андрюха им выдает хотя бы что-то. Хоть что-то. Хотя бы вещи первой необходимости. Вот как там жить, если там все разрушено в ноль? Кто это будет восстанавливать, я не знаю. Наверное, Циля с Веселовским. Вы имеете в виду эти населенные пункты, через которые сейчас фронт перешагает? Да, да, да. А государство этим людям какую помощь оказывает? Да никакую. В ПВР помещают там на голые матрасы. Все остальное они получают у гуманитарщиков. Ну и теперь на землю, на поле битвы. Дмитро Снігерьо, військовый эксперт, співголова громадской инициативы «Право справа» зараз явился, заявился. Дякую, пане Дмитре, что нашли для нас сейчас. Спасибо вам величезное. Не витаю, дякую за запрошение. Дивіться, вот у меня до вас таке питание. Как говорят наши друзья-россиани, то густо, то пусто. То, как бы день, два, три, ничего не летает на Украину, потом начинает что-то летать достаточно интенсивно. А мы можем выраховывать, когда прилетит? Мы же можем так собі уявить, что они там десь накопичуют, накопичуют БПЛА, там ракети. Мы приблизно собі можем через розвитку собі уявити, что у них там вже є 100 БПЛА, и пять ракет, и может быть, в ближчий час они их запустят. Чи неможливо это выраховывать? Пане Микола, на жаль, Росія масштабовала виробництво БПЛА и засоби уражения, крилаті балістичні ракети. Весь вересень, все, кожен день атаки БПЛА, причому розширення географії нанесення ударів. На жаль, змушено констатувати, що секторальні і персональні санкції країн Заходу в моменті блокування російської економіки, російського ВПК, не дають позитивних тих, яким би ми сподівалися, позитивних знаків. Ще раз підкреслюю, Російська Федерація налагодила виробництво російського копії Шахет-131, Шахет-136, який називається Герань, це вільна економічна зона Алабуга, по якій неодноразово вже прилітали безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони. Крім того, ймовиться про постачання безпілотників як з території Сирії, заводів, які контролюють проіранське Хезболла, так і, відповідно, я не виключаю постачання БПЛА іранського виробництва з заводу в Таджикистані, тобто, і, відповідно, власне виробництво. Тому, на жаль, можу сказати про те, що тактика комбінованих атак з використання БПЛА і засобів ураження балістичних і крилатих ракет, вона буде продовжуватися. І будуть наростати ці тенденції у зв'язку з опалювальним сезоном, тобто, початком опалювального сезону. А оце завод Кремній в Брянській області згорів, чи частково, принаймні, точно згорів. То це якось допоможе, бо Кремній – це якісь мікроелементи, мікросхеми, мікро-мікро-шось там. І якщо його вразили, то це, мабуть, і БПЛА якось, і ракети не будуть змозити так багато виробляти росіяни. Пане Микола, цей завод – це завод з виробництва макроелектроніки, при чому 94% продукції були якраз на потреби ВПК Російської Федерації. Але ця відповідна макроелектроніка використовується при створенні систем протиповітряної оборони «Панцер» і, відповідно, ракетних комплексів «Искандер». Тому, відповідно, що удари по цьому заводу знижують можливості Російської Федерації в нанесенні комбінованих ударів з використанням «Искандерів». Ну і, відповідно, мають негативний для Росії наслідок в моменті ефективності власної ППЛА. Зауважу, «Панцер» вже неодноразово замість українських безпілотників вбив по житловій інфраструктурі Білгорода, Москви, Підмосков'я і, відповідно, несе більшу загрозу для росіян, ніж навіть, як москалі кажуть, уламки безпілотників. Стосовно ударів по Кремені-Л, то варто говорити, що Головне управління розвитки Міністерства оборони демонструє стабільність в цьому питанні. Четвертий удар поспіль. Тобто, можемо говорити про те, що це вже знайома для українських безпілотників цілі, рано чи пізна, це, на моє переконання, припинить свою роботу. Дякую!